Привет, дорогие зрители! Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Oblivion. Мы находимся у святилища. Да, мы поняли уже, господи. Мы находимся у святилища Кинорет, и нам нужно пройти ее испытания для того, чтобы получить еще один предмет из коллекции доспехов в девяти. Так нам сказала вот эта дама, которая теперь всем твердит, что нам здесь рады. Так, ну что, давайте пойдем в рощу Кинорет. Нам был строгий наказ уважать и бояться создания природы, потому что Кинорет благоволит им. Судя по всему, здесь нельзя трогать зверушек и тому подобное. Ого, ты посмотри, какие деревья. Такого я еще, честно говоря, не видел. Сурово. Значит, сколько им лет? Так, интересно, а далеко вообще идти нет? Да нет, прям тут. В предыдущей серии мы разобрались с не менее интересным квестом. В результате получили щит, и после этого получили перчатки, но для того, чтобы получить перчатки, нам пришлось принять проклятие на себя. Пока что я не вижу, что оно очень серьезно уж сказывается, но тем не менее, неприятно. Вот и роща испытаний. Нужно подождать и посмотреть, что Кинорет уготовило для меня. Хорошо. Ого. Спокойно. Спокойно, Миша. Тихо, тихо, тихо. Можно как-то без этого, нет? Но поймать-то ты меня, конечно, хрен поймаешь. Ааа, больно. Но что мне с тобой делать, если мне наказано не трогать? Священной рощей на меня напал медведь, но мне удалось сдержать себя и не поднять руку на зверя. Моему узору открылась пещера, и кажется, сапоги крестоносца ждут меня внутри. Оп. Какой ты страшный пипец. Здоровенный. Ну, хорошо. Давайте пойдем в грот, Кинорет. Ну, чего тут круто? Пойдем, Мишка, со мной. Не хочешь? Мы в этой игре уже чем только не занимались. Мы даже, по-моему, в Скориме такого разнообразия у нас не было. Сприган. В этой игре спригана покрасивше. Покрасивее, конечно, правильно. Мне нравится покрасивше. Жидковатые. Мне удалось добыть сапоги крестоносца. Мне удалось добыть сапоги крестоносца и выполнить задание сэра Джункана. Нужно продолжить поиски реликвий, о которых упоминали призраки рыцарей. Так, это получается, у нас уже есть практически полный сет. У нас есть кераса. У нас есть сапоги. У нас есть шлем. И щит крестоносца. Кстати говоря, надо поменять, потому что он получше моего. А я все еще хожу с этим. Ну, конечно, мы тут бесштанная команда. Подожди, где перчатки? Перчатки еще должны быть. Ой, блин. Зачем? Зачем я тебя надел? Так, девочки, отвернитесь. Так, ну вроде хорошо, да? Осталось найти поножи. Я, кстати говоря, не знаю, где поножи. И осталось получить булаву. Булава это... Так, ну что, я предлагаю вернуться туда и поговорить с ними. Возможно, кто-то мне поверит. А пока походим с голой попой. Или лучше давайте наденем свою броню, потому что она самая крутая. А этот шлем глупо снимем. Будь софстил. Красиво. До чего ж тут красиво? Так, возвращаемся. И попытаемся понять, то ли мы не поговорили с кем-то насчет этих поножей, то ли что, но... Мы же про это даже не слышали. Так, в часовне ничего. Нам нужно отсюда. Сейчас узнаем. Здравствуй, сэр рыцарь. Ты что тут делаешь, Шерилдур? Мое место здесь, с тобой. Я хочу исправить совершенные ошибки и посвятить всего себя вере. Если пожелаешь, я присоединюсь к ордену и буду служить девяти вместе с тобой. Что скажешь? Ой, чур меня. Пока еще рано, знаешь, ты мне тут не нужен. Хорошо. Я останусь здесь, если не возражаешь. Возможно, позже ты передумаешь. Какой-то ты странный, я не знаю. Фу. Фу быть таким. Ну и давайте уже разберемся окончательно с этим вопросом. Насчет булавы... Ух ты. Смотри-ка, орден потихоньку устанавливается. Сэр Тедред? Разве я не сказал, что мы еще встретимся? А, это ты? Я тебя выпустил. Я вступлю в твой орден и вместе мы дадим отпор тем, что угрожают девяти. Слава девяти! Молодца. Мы его спасли. А ты кто? Да. Сергиус Террианус к вашим услугам. Я встретил Тедредта, и он сказал, что здесь нужен кузнец. Для меня будет честью оказать любую услугу, которую я смогу. Если нужно, что-то почерпить. Ну и отличненько. Давай починимся. Я мастер на все руки. Хорошо. Еще увидимся. Конечно. Еще продать тебе что-нибудь можно было. Был бы вообще превосходно. А дело-то идет. Орден развивается. Круто. Здравствуй, сэр Грегори. Чем могу служить тебе, командир? Расскажи мне про рыцарь Девяти. Когда дело касается веры, нельзя позволить себе увязнуть в болоте мирских дел. Учись на... Понятно. Ничего полезного. Будем знать. Будет верным твой меч. Конечно. Сэр Хенрик. Чем могу служить тебе, командир? Расскажи про рыцаря Девяти. Хотя мы расстались после распада ордена. В сердце мы все служили Девяти. Все. Кроме одного. Вы знаете, есть ощущение, что я его найду. Расскажи еще про булаву. Сэр Ралвас отправился... Он оставался в чистое. Так и не смог он взять. Хорошо. Это будет верным твой меч. Сэр Ралвас, расскажи мне про булаву. Я не знаю, как их взять. Удалось ли добыть булавузи? Расскажи еще раз. Как говорят легенды, когда пеленал Вайтстрейк был повержен Айлейдами. Веками позже... То есть это мы уже сто раз слышали. Мастер-демесленник... Когда святой Каладас был... Про рыцаря Девяти. Одержимость поиском реликвий отодвинула в тень нашу веру в Девятерых. Я могу лишь надеяться, что ты окажешься сильнее, чем были мы. Хорошо. Про зенитара. Из первоначальных божеств... Некоторые легенды, ласяц, ремесленники... Эти двое... Это мы просто слышали уже все. Я пытаюсь какие-то новые зацепки достать. Потому что здесь у нас... Булава. Так. Добыть сапоги. Больше-то ничего и нет. Вроде как я не вижу. Чем могу служить тебе, командир? Сэр Ралвес... Это мне то же самое. У нас были только благие намерения. Истинно так. Мы хотели служить только девяти им... Иди с девятью... Вы знаете, вообще, кстати говоря, я, возможно, смогу взять булаву вот с этим проклятием, который на мне. То есть это как бы показывает мою веру, я думаю. Я к твоему слугу. То, что я принял на себя эту ношу. После того, как Берик предал нас, сэр Ралвес... Он пытался достать булаву снова и снова, но безуспешно. Он... Когда я, наконец, узнал о его попытках, то отпу... Я подвел своего друга и пал перед лицом зенитара. Возможно, ты преуспеешь там... Возможно. Это, кстати, неплохая идея. Ты будешь добродетелен твой путь. Ну как, без понож-то брони, я не знаю. Никто не говорит про понож. Я к твоим услугам, командир. Тут все по-прежнему. Иди с девятью. Чем могу служить тебе, командир? Сапоги. Ты настоящее приобретение для вашего ордена. Тебе удалось добыть сапоги. За это я тебе благодарен. Ну, хорошо. Иди с девятью, сэр Рыцарь. Тороф. Приветствую, сэр Рыцарь. Самоуспокоенность и самодовольство стали нашими величайшими врагами. Ну, ничего интересного, честно говоря, от них не подчеркнул. Но... Ладно, пойдем тогда в Лееве. Попробуем по новой. Потому что как-то здесь я ничего хорошего не вижу. Ни одной зацепки. Так, ну если ты тут... Может, там наверху еще кто-то есть? Или у нас пока без пополнения больше? Тут вроде никого. Ну, по крайней мере, навели порядок. Да. Так, и в часовне что? Я не знаю. То есть, получается, сет брони, он сам по себе, по умолчанию, что ли? Без каких-либо штанцов. Я должен сходить с голой попницей? Ну, это довольно... Довольно глупо, по-моему. Так, нет, не так. Вот это вот как-то... И сюда мы и двигаемся. Ну, попробуем, что ж. Паркур. Паркур. Здесь просто в этом городе уже как-то... Не знаю. Уже все, что угодно делали. С этим темным братством. Сопутствовала ли удача? Пока никак вообще. Ладно, пойду еще попробую. Так, нет, не сюда. Надеюсь, там не появилось каких-либо новых призраков. Потому что там... О-о-о-о-о... Появилось. Да шо ж такое? Да. я же слышу еще где то есть покажись окей еще где то есть ну ладно неважно давайте попробуем теперь с этим проклятием на нас возможно что-то изменилось ну-ка у меня осталось то способности что-то походу не смогу играть и сейчас ну как раз проверим да все даже пропасть ничего не понимаю давай хоть на тебе души отведу до свидания призраки вот на удивление в них как-то стрелы просто пропадают скелета стреляешь от них отскакивают с этими хуже или нет вот они лежат последнее посещение потом будем думать уже просто я пока не вижу реально активных квестов что еще мне нужно делать каких-либо подсказок ничего нет мне кажется знаете когда мы будем в костюме полном с эти тогда возможно мы сможем что-то сделать хотя честно говоря это я сомневаюсь шоу ох ох отлично шикарно вот он ночью мне удалось добыть булаву крестоносца мне удалось добыть булаву крестоносца и выполнить задание сэра ралласа теперь нужно вернуться в приорат и узнать есть ли новости об оставшихся двух реликвиях единственное что меня беспокоит это вот это вот но выглядит в принципе все очень даже достойно знаете здесь я похож на поп копы из dark souls потому что там он выглядел именно так у него был длинный такой меч двуручный суровый был мужчина вот в принципе один тоже пупков просто в разные времена эпохи как вы понимаете но тот момент он был осу что ребята вы ничего не перепутали где обратно слышь кто кого кому чё надо и кто вообще такие так пришла пора короче оружие ближнего боя что это было вообще такое после того как булава крестоносца оказалась у меня слуги у марилы напали на часовню зенитара все они побеждены в часовне лея венов избежала осквернение я не могу это поверить мы выжили милостью девяти мы выжили твои заслуги твои заслуги огромны сэр рыцарь твоей волей и волей девяти часовня зенитара выстояла против этого богохульника сэр я вручаю тебе мой меч я желаю присоединиться к тебе хочу способствовать восстановлению ордена рыцарей девяти и победе над этим у марилом добро пожаловать в орден я думаю мне не помешаешь я могу лишь надеяться что моя отвага и мужество под стать твоим это честь служить под твоим началом позволь мне подобрать более подходящее снаряжение я скоро вернусь давай пока отличный майландский топор офигеть весит он конечно но зато блин сердце до ведра я сейчас двигаться не смогу да ну а куда вы пропали по крайней мере с одного успел утянуть так хорошо что же мне скинуть у меня перегруз аж на на двадцать шесть кило хорошо я думаю сейчас мы найдем какой-нибудь так это десять весит семьдесят одна офигеть вообще эти наверное всякие шляпные посохи не не так так хорошо да вот так вот так отлично в принципе я думаю это будет нормально сейчас нам срочно нужно будет все это продать и продать лучше в ангеле потому что у меня торгуется неплохой моего неплохо так умаслили в последний раз так снимаете глупые доспехи ах блин семьсот восемьдесят ну да ладно кантав чей нас лин прости бедолага зато теперь у меня есть двести золотых отлично хорошо как я успел схватить да потому что это все как быстро исчезло а тут нет это фигота так воды ну что давайте на этом наверное заканчивать а в следующей серии посмотрим к чему это приведет подожди это кузнец судя по всему да давайте раз уж мы тут посмотрим вот что это все вылез подождем его как он откроется продадим ему всю ерунду возьмем свои посохи и пойдем дальше довольными придется конечно поторговаться с ним но я думаю это не будет большой проблемой и надеюсь что у него золотых более чем восемьсот потому что иначе это будет все очень плохо за восемьсот ему продавать это все не хочу короче говоря не плохие таки по моему были испытания так подожди что я делаю давайте до одиннадцати подождем ну ну вроде нормально так ну кася покажись я вообще не понимаю зачем это ограничение делать на то сколько у торговца этой вскоре имея здесь зачем это вообще сделано живого ты ведь не хочешь оказать конечно не хочу возможно тебя заинтересует боли ну вот какого черта вообще берегись и ладно пошли в ангел то у меня хотя бы человек который продает вернее покупает за более серьезные суммы ну тоже не за особо большие конечно но но все таки валенвуд моя родина так хорошо пошли сейчас надо будет все доспехи эти выкинуть хотя знаете я их не буду выкидывать потому что они судя по всему квестовые и те люди которые пишут в комментариях что зайди в часовню в ангеле конечно зайду но потом пока не буду так себе домой поспать да и да наверное в принципе давайте прощаться а в следующей серии уже реально двинемся дальше сейчас между сериями я это все распродам прикольно у меня домишка такой получился я думаю другого мне не надо мне на самом деле больше всего нравился дом теплых ветров из карима он был маленький но очень уютненький но это тоже неплохо просто одному в нем как-то пусто что ли я не знаю в обливе не можно там слугу какого-то нанять чуть не знает в общем увидимся в следующей серии надеюсь вам понравилось потому что по моему было реально круто увидимся с вами был артур всего хорошего пока 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 я Продолжение следует...